Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам об оригинальном способе продаж и проблемах высоких людей. Зачем мы ходим в супермаркеты? В основном за тем, чтобы было что поесть холодными зимними вечерами, подразмеренное бухтение телевизора. Иногда нам нужно что-то из хозяйственных мелочей. Но в крайнем случае можно купить телевизор, если уж совсем приспичило. В американских супермаркетах ассортимент очень похож на наш. Есть некоторая специфика, но стандартный набор похож. Самым крупным оператором супермаркетов в США является сеть Walmart, куда ходят представители очень разных слоев, даже миллионеры встречаются. Чтобы покупателям было не так грустно, американцы предложили им не только Черную Пятницу, но и услугу, напрямую касающуюся автомобилей. Теперь вооруженные тележками с колбасой и ригиской американцы могут прямо в супермаркете купить себе машину. Все просто. В магазине установлен терминал, который предлагает выбрать автомобиль, способ оплаты и программу страхования. Затем запрос отправляется к ближайшему дилеру, который высылает приглашение на заключение сделки. Интересно то, что 80% тех, кто воспользовался терминалом, действительно купили автомобили. То есть проект можно считать успешным. Дистанционные продажи давно будоражат умы производителей. Компания Ford разработала платформу, которая позволяет покупать автомобиль вообще не выходя из дома. Но интереснее всех поступила китайская Cherry. Компания предложила своим российским клиентам покупать автомобили через телемагазин. Правда, в качестве эксперимента. Одним погожим днем один британец ехал на автомобиле. Ну, ничего удивительного, кроме погожего дня в Британии. Ехал он на кабриолете Ford Ka, а роста в нем было под 2 метра. В Ford Ka машина, ну уж очень низкая, и голова британца возвышалась над рамкой лобового стекла. В какой-то момент наш герой был остановлен полицейскими, которые решили, что он едет стоя, пытаясь отвлечь других участников в движение. Попытавшись объяснить свою правоту, водитель обратился в суд, но и судья принял сторону полицейских, мол, нечего с таким ростом ездить на таких букашках. Короче, его временно лишили прав. Недоуменный житель Туманного Альбиона обещал довести дело до конца и вообще рассказать всем о дискриминации по росту. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова